Раз всех приветствовать на своем канале, в сегодняшнем выпуске у нас интервью с одним из сотрудников компании CCP Games, это CCP Alpha. Сегодня он постарается ответить на многие мои и ваши вопросы касаемо игры и игрового проекта IF Online, а также сможет рассказать вам немного истории о самой компании CCP Games, о ее происхождении, о ее развитии и различных изменений. Собственно, передаю слово вам. Спасибо, привет всем. Меня зовут CCP Alpha, я работаю в CCP уже 9 лет. Какова ваша роль в CCP? Можно ли вас назвать внештатным комьюнити менеджером от CCP для русскоязычных игроков? Да, именно так это и по сути дела и является. Я внештатный, у меня нету роли такой, ну точнее у меня есть роль, которую я сам занял, так как у нас не было никого, кто отвечал бы за сообщество русскоязычных игроков, я занял именно эту позицию, но фактически я работаю в маркетинге в отделе, в бренд менеджменте и я помогаю компании создавать красивые картинки с красивыми лозунгами и также создавать тот, скажем так, тот контакт с игроками, через который мы пытаемся привлечь людей играть в вив онлайн и многое другое, и распространять новости о изменениях в игре. Также я работаю с разными департаментами в самой компании, над разными проектами, в том числе я работаю над... Теперь это у нас в сообществе находится, это работа над ВК, над соц. медиа, я являюсь главой, так сказать, русскоязычных соц. медиа. И публикую там в ВК и в Телеграме новости по игре. А существует ли какие-то зарубежные сообщества именно ВКонтакте для зарубежных пользователей, или это только в частности именно среди русскоязычных пользователей? К сожалению, мне так и неизвестны сообщества ВК. Основная наша англоязычная аудитория находится на Фейсбуке, на Твиттере и Инстаграме, и это помогает поддерживать мои коллеги. Я поддерживаю Телеграм и ВК. В Телеграме у нас небольшой сообществ, который я вот недавно стал развивать. Еще я иногда помогаю там со Steam сообществом, и так же, так как у меня находятся те самые игры в виртуальной реальности, Spark, Valkyrie, то я отвечаю как бы за соц. направление этих игр тоже. А CCP Games в данный момент занимается разработкой каких-то дополнительных игр, за исключением только EF Online? У нас есть проект в Лондоне и в шанхайской студии. В Лондоне у нас разрабатывается то, что называют Mass Multiplayer Shooter, который, я не знаю, когда мы объявим, но пока еще не объявили. Пока можно заметить и на нашем сайте, что мы нанимаем на работу ребят и девушек, которые могут помочь нам с разработкой этого проекта. И я надеюсь, в ближайшее время как-нибудь о нем сообщим. А в Шанхае разрабатываются и дорабатываются некоторые из наших приложений, которые тоже пока еще не вышли. И также там работает, конечно же, над Евой совместно с NetEase, над сервером Serenti. Вы упомянули вакансии от CCP Games. Скажите, они доступны для русскоязычных людей, которые не владеют даже базовыми навыками английского? Английский все-таки обязательный. То есть это основное требование для работодателя? Да, это одно из основных требований, да, потому что это международная компания, в которой общий язык это английский, и каждая обязана общаться с ним. В какой сфере именно чаще всего сотрудники CCP Games выбирают работников для своих каких-то реализаций, своих каких-то проектов? Как-нибудь IT, медиа или еще что-то? Ну да, это в основном айтишники, это в основном программисты, инженеры так называемые. Также всякие дизайнеры, то есть UX, UI. Ну и набирается тоже ребят, которые занимаются непосредственно геймдизайном, которые разрабатывают там уровни и прочее. Как вы считаете, CCP Games способна конкурировать с другими разработчиками игр в сфере именно оплачиваемости рабочего труда? У нас поставили, чтобы мы были конкурентно способны, и над Детчем много времени работала компания, в основном наш HR, Human Resources, они работали над этим, и они установили планку достаточно хорошую, где у нас, в принципе, не топовые зарплаты, конечно, в индустрии, это далеко, но, в принципе, у нас где-то высшая планка, то есть не 100%, да, как бы топовая зарплата, а где-то 80% от топовой, что-то в этом роде. И достаточно хорошо оплачиваются, на мой взгляд, в CCP, наши все сотрудники, и плюс у нас, в отличие от американской компании, где тебе платят больше, но у тебя, допустим, в неделе отпуска, да, на весь год, то у нас есть, сколько у нас в начале, по-моему, 23 дня, потом 25, после 5 лет, или где-то так, а не, 24 изначально дня, потом 27 дней после 5 лет, 5-летнего стажа, и после 10-летнего стажа у тебя 30 дней отпуска. Это помимо всяких там праздников государственных, да, и кроме этого нам выплачивают бонусы, и есть скидки в разных, во многих магазинах и прочие-прочие перки, которые, скажем так, помогают сгладить вот эту вот разницу между топ-оплатой и то, что получают сотрудники ее здесь. Можете вы сказать, какое значение имеет русскоязычная часть CCP Games? И возможно ли измерить на какое-либо место по численности среди всех игроков? Вы бы на какое место смогли отнести именно пассивность русскоязычных пользователей онлайн? Думаю, по языковому принципу точно на втором месте. То есть по численности можно сказать, что русскоязычных пилотов можно отнести на второе место среди всех игроков? Да. На мой взгляд, я почему-то на первое место относил все время это восточный комьюнити, восточное комьюнити, на второе место англоязычное, и возможно где-то на третьем, на четвертом только русскоязычное. Ну, англоязычное на первом месте, второе место русскоязычное, я думаю, все сообщества, и если взять вместе, и далее, наверное, идут уже немецкий, там, что-нибудь еще дальше, наверное, какой-нибудь французский, японский, китайский. Ну, а разве наши друзья с Востока не могут занимать первую позицию? На мой взгляд, их гораздо больше, чем англоязычного комьюнити в Ифлайн. О каких друзей с Востока идет речь? Ну, именно вот та часть, вот Китай, Япония и так далее, то есть всех с той стороны. Ну, у Китая свой сервер, поэтому в основном они на сервере Китая. Но это не исключает им играть на Транквилити так же. Да, но если речь идет о пользователях Транка, то в данном случае, я сравнивал именно на Транквилити, то их не так уж много. В 2018 году корейская студия Pearl Abyss приобрела компанию CCP Games за 425 миллионов долларов. Как сильно повлияла компания Pearl Abyss на развитие Ифлайн в последние годы? Это тяжело ответить на этот вопрос, потому что, на мой взгляд, на нас не влияют, как конкретно, то есть на разработку игры и прочее, на нас так же не влияют в отношении к целям, какие финансовые цели нам надо достигнуть каждый год. Хотя мы стараемся, конечно же, все-таки придерживаться планов, где ставим перед собой цели и пытаемся выполнить эти цели в финансовом вопросе, а также в вопросе количества игроков, которые играют и в онлайн, и прочее. На мой взгляд, пока у нас достаточно развязанные, скажем так, руки, в отличие от времен, когда до Pearl Abyss нами владела, скажем так, общество инвесторов. И они тогда, конечно же, требовали больше доходов, и кроме этого их не особо больше что-либо интересовало, в отличие от Pearl Abyss, которые, я думаю, интересуют не только доход, а их интересует, конечно же, экосистема и дело, что все идет хорошо, что достаточно игроков приходит в игру, что текущим игрокам нравится то, как сама игра развивается, сам проект. И все, и мы, надеюсь, будем когда-нибудь с ними более близко взаимодействовать, имеется в виду, что будет какие-нибудь коллаборации с ними, я надеюсь, в будущем. Кажется, они заняты своими играми, потому что у них очень много проектов собственных. Ну, их проект, допустим, Black Desert, он преуспел в этом плане, и MMORPG. Можете ответить на такой вопрос, делится ли Pearl Abyss своими какими-то технологиями, достижениями в сфере именно развития MMORPG? Ну, если мы пытаемся что-то развивать или нам нужны какие-нибудь дополнительные информации, допустим, о рынке, например, корейском рынке, когда мы запускали корейскую локализацию или еще какая-нибудь информация, то да, мы с ними всегда консультируемся по этому плану, потому что у них есть свой опыт. Они иногда консультируются с нами насчет нашего опыта, поэтому есть, конечно же, общение между двумя компаниями, конкретно в Black Desert Online и в онлайн, то есть, в зависимости от вопроса. И это достаточно-очень приятно, на самом деле, потому что ты не просто компания, которая тобой владеет, а это компания, с которой ты можешь обсуждать игры, обсуждать вообще то, куда движется вообще игровой мир и обсуждать всякие интересные механики и прочее введения, и не только. На одном из недавних интервью Марвейгер Петерсон пояснил, что if онлайн для новых игроков не должна быть вступление в университет в возрасте лет, то, по мнению многих новых игроков, это действительно так выглядит. То есть, независимо от того, что компания все силы вкладывает на доступное упрощение гэмплея для новых игроков. Также он пояснил, вот прямо цитата, «В течение многих лет мы работаем над тем, чтобы изменить культуру компанию, отказавшись от идеи, что вы должны доказать, что вы действительно достойны играть в IfOnline». Вот из контекста отказа. Что вы можете сказать вот именно по этому поводу? Что я согласен с CEO, что когда я начинал играть в игру, то без вот этой вот целой лекции, наверное, которую мне мой друг вообще преподнес по игре, описание игры, помощь в становлении, чем заниматься и так далее, я бы, наверное, в игру бы не пришел так вот, собственно, сам по себе. То есть это было... И у многих то же самое. То есть это было какое-то целое сообщество, то есть там друзья, там их друзья и прочее, которые вовлекали игроков играть в IfOnline, объясняем, как начинать и прочее, помогаем, потому что начать играть в IfOnline было очень-очень сложно. То есть вы отчасти, извиняюсь, что перебил, вы отчасти сможете согласиться с тем, что заслуга именно онлайна в IfOnline, именно заслуга самих игроков? Изначальное привлечение было, я думаю, да, очень зависимо от игроков и вообще становление сообществ и альянсов, корпораций и прочее, это было все. Конечно же, при поддержке игроков и при поддержке университетов, созданными игроками и в университете и прочей академии. У нас тоже существовали уже русскоязычные академии, которые привлекали пилотов, и у каждого нульсечного альянса тоже была своя академика, куда попадали игроки свежие, и попадали они не всегда чисто. Начав в хосеке и оттуда, перебравшись разу нуля, я иногда по знакомству, и не только начинали играть, и попадали туда и изучали игру при поддержке кого-либо, то есть какого-нибудь наставника. И опять же, это потому что игра на начальном этапе не могла тебя научить пилотирование и прочим основаниям. То есть туториал, тот, в котором он был тогда, он не справлялся с этой задачей, а также с последующей прогрессией. И на протяжении многих лет SCP работала именно над исправлением этой ситуации, и вот последней у нас вот сейчас вышла новая итерация это вот начальное обучение, которое, по-моему, многим понравилось уже, и надеюсь, что будем продолжать дальше в том же духе, продолжать работать над этой итерацией, и сделать так, чтобы когда игрок новый заходил в его онлайн, то он получал те навыки, которые необходимы для него, чтобы у него было какое-то становление в игре. То есть он понимал, для чего он вообще играет, какую-нибудь цель себе выбирал, да, то есть прогрессию выбирал. То есть он, допустим, не то, что он просто хочет Титан купить, а, допустим, хочет летать на каком-нибудь крутом батлшипе, и дальше ему игра помогает встать на этот путь и дойти до этой цели. Я заметил вот то, что из большинства новичков, которые у нас в корпорации и в другие корпорации, большая часть идет именно с мотивацией в игре, как копать, копать, копать. Но последние изменения именно касаемо руды, баланса и так далее, можно так сказать, развеяло то впечатление именно новых пилотов по добыче. То есть они не получают на то, что они рассчитывали, потому что есть те игроки, которые планировали как бы играть в Еву, но в какой-то момент не то, что передумали, просто пока что воздержались. А потом, когда решили вернуться, то есть те моменты, ради которых они сюда шли, они как бы уже убраны. И есть такое мнение среди игроков, то что именно кураторы, именно люди, которые давно играют в Еву, которые встречают именно этих новых пилотов, рассказывают то, что вот как сейчас в Еве все плохо, убрали руду, копать нечего, здесь нечего делать и так далее. Вот как вот с этим вот можно бороться, вот чтобы пилоты наоборот встречали новых игроков с мотивацией. Вот, ты сейчас пойдешь копать туда, ты тут столько-то заработаешь, а если захочешь, можешь, допустим, пойти покрабить, либо еще что-то делать. Ну вот, то есть с каждым месяцем, с каждым годом возможности приобретения иск методом какого-то активного фарма, краминга, либо добычи сужает этот спектр. Вот, допустим, чтобы то же самое копать меркацит, все знают, чтобы копать меркацит, да, нужно достаточно большое количество навыков, как минимум, чтобы просто не подрываться на билде. Вот. Соответственно, пилоты, особенно которые новые пришли, они знают, что есть такой меркацит, если я пойду его копать, значит, я заработаю много иск. Но они сталкиваются вот с некоторыми препятствиями. Во-первых, чтобы карпать меркацит, нужно уехать в нули. Во-вторых, чтобы карпать меркацит, нужно, ну, достаточно долго поиграть в Вифонлайн, без доната им, не вливая реал, чтобы залить эти скиллпойнты. Вот. И так далее. То есть, как минимум, минимальный контент, который мог получить новичок даже с Хайсека, добывая тот же самый Арканор, с Удумайн и так далее, в Хайсеке, он как бы потерял эту возможность. Теперь ему стала возможность сталкиваться с новыми препятствиями, чтобы добраться до какой-то выгодной руды и так далее. Опять же, это человек, который заходит в игру и думает, что он может стать, срабатывать золото, грубо говоря, в начальном этапе, и это неправильный подход в ММО. То есть, в ММО ты зарабатываешь какой-нибудь бронзу или серебро сначала в игре, чем доходишь до голды. И в других ММО именно так. Ты не можешь перескочить, скажем так, ступеньку прогресса, где ты сразу из грязи в князи. Ну, 17 лет и фонлайн работало именно так в плане добычи. То есть, новый пилот мог сразу полететь и копать тот же спуту майн, даже на винтах. Не совсем так. Оно так не работало раньше. Были изменения, которые произошли лет, скажем, 5-6 назад, которые повлияли именно на вот это вот изменение из грязи в князи. Но сейчас идет этап, когда пытаемся это все сбалансировать так, как это должно быть. В этом плане. и в ближайшее уже сколько там осталось, не знаю. В ближайшее время, где закончится этот этап и начнется новый период. Я думаю, игрокам, особенно начнцам, будет понятно более-менее в какую сторону копать, чтобы достичь таких вот золотых гор, золотых жил Меркоцита. Как вы думаете, дефицит генералов повлиял как-то онлайн? Да, он повлиял. Пока что все подорожало отчасти из-за самих игроков, отчасти из-за новых материалов, которые нужны, нужно добыть для создания кораблей. Поэтому цены кораблей выросли. С другой стороны, люди, часть людей, которые занимались стройкой, говорят, что все замечательно, больше зарабатываем, другая часть решила почему-то не строить, а сказать, что все поломано и хотим строить. Поэтому сейчас такой переходный период, когда мы еще не совсем доделали этот период, где переходим с одного съевки до и после. То есть это после еще не наступило, мы все в промежутке между после, поэтому после должно быть получше, скажем так. Мы уже сообщали, что у нас есть в планах и ребаланс майнинг кораблей, и ребаланс вообще вот по-моему даже и руды был описан ребаланс и у нас еще есть много новых механик, с которыми мы еще не поделились с игроками, которые выйдут в ближайшее время или к концу этого года, мы уже в принципе почти в конце 2021 года, которые помогут в этом отношении, в отношении экономики и отношении вот этого ребаланса добычи ресурсов. Ну, по мнению многих производственников есть такое мнение, то, что сейчас, допустим, производить те же самые капиталы, крупные именно корабли, рорки, карьеры и так далее, стало гораздо дороже, чем просто взять его и купить с рынка. К примеру, стоимость всех ресурсов, которые требуются для производства тех же самых ророк, фрейтаков и так далее, в совокупности, условно возьмем какой-нибудь провиденс, то есть стоимость всех ресурсов по закупке с рынка стоит 4,5 миллиарда, соответственно, его сама себе стоимость 3,5 на рынке, а производство его стоит в районе где-то около 5 миллиардов. То есть в какой-то момент получается то, что люди почесали голову и задумались, а зачем производить, если можно просто взять и купить. В какой-то момент просто сейчас все вот эти фрейтера вытянут с рынка, их просто не будет и не будет тех, кто будет это производить. Вот, либо цена обновится. на рынке, они просто выставят их по новой цене, вот и все. Ну да, я вот и говорю, то есть либо цена поднимется, то есть выше того, чего ожидается. То есть если условно сейчас фрейтер стоит 3,5, условно, пока есть запас этих фрейтеров у игроков в карманах, то есть они пока их продают, вроде бы по завышенной цене, но она вроде бы высока, но не так, чтобы для производства. И они после того, как все свои запасы продадут, наступит момент, когда подключатся производственники, будут крутить эти фрейтера по 4,5 миллиарда, продавать их за 5 миллиардов. То есть условно владение крупными кораблями, какими-то тяжелыми кораблями типа Ророк, типа Мазаров, Карьеров и тяжелых фрейтеров стало ну немножко невыгодным. Есть всегда альтернатива. Ну опять же строительство бывает разным и в альянсах строительство бывает дешевле, чем ребят, которые строят извне, но с другой стороны опять же сейчас переходный период и те, кто строят, ничего не мешает им скажем так сменить роль, да, иметь роль на человек, который просто торгует и просто вот поскупать эти дешевые остатки из прежних построек и выставить на продажу и тем временем и тем самым скоротать то время переходного вот этого периода, да, то есть чтобы они не просто не сидели ничего не строив, да, а именно занимались все равно получением прибыли этим методом, а когда уже завершится период, перейти назад на стройку и получать с этого хорошую, ну, продолжать получать с этого хорошую прибыль. То есть это опять же зависит от человека, то как он скажем так, как он оценивает эту ситуацию, то есть есть люди, которые просто бросают мышку и уходят играть в другие игры, а есть люди, которые используют этот момент, чтобы перепродавать, торговать и получать при этом хорошую очень прибыль. Ну, на мой взгляд, прямая спекуляция рынком никак не правит эту ситуацию, потому что никто не знает, сколько этих фрейтеров у кого-то еще лежит. Возможно, есть человек, который на курсе в свое время. Да-да-да. Это зависит от людей, от людей, их возможностей. Есть люди, которые предугадывают, есть люди, которые плюс-минус в теме они понимают что и как и выкупают или выкупают частично и смотрят дальше за тем, как рынок будет двигаться и принимают соответствующие решения. это опять же, это экономика, это свободная экономика и нам тоже очень интересно, что игроки будут в этом отношении делать, создавать. Вы упомянули момент, то, что будут затронуты корабли по добыче ресурсов. Вот именно на данный момент, что вы можете сказать по этому поводу, в какую сторону будет улучшение, в худшую или в лучшую. То есть, ну, именно для самых. Пока я сам не знаю, если что. Потому что это еще не было, скажем так, это не находится сейчас в разработке, то есть, это будет, скорее всего, позже поставлена разработка и тогда как бы и остальные мои сотрудники, коллеги, точнее, по маркетингу узнаем тогда, какие будут новые статы, скажем так, у кораблей и прочее. Поэтому, так как пока еще это не находится в производстве, в продакшн, то я не могу, я ничего не знаю, то есть, это в головах разработчиков. Ну, отойдем от темы именно добычи производства и поговорим немного про CSM. Недавно проходили выборы в CSM16. Насколько мы знаем, это группа игроков, которая помогает с SCP образно выражаясь, увидеть то, что не видят они и реализовать то, что по мнению игроков улучшило бы геймплей. И вы сами в прошлом, кстати, члены CSM, вот, можете ли выделить пару изменений в игре, которые произошли именно благодаря членам CSM? На мой взгляд, из последнего, это вот, конечно же, обсерватории новые, которые помогали деклотчить игроков, а также изменения нулифайера модуля и стабов. На это, на мой взгляд, появляли CSM. То есть, у разработчиков была идея, да, допустим, то есть, была идея исправить ситуацию с AFK, вот, клотчниками, которые находились в системе, ничего не делал, просто AFK сидели каждый день. Пугали. И CSM, на мой взгляд, помог идеями, как сделать, как, как внести вот это вот изменение, не затронув, допустим, там, варнхольщиков, не затронув, там, возможность людей высматривать добычу, там, охотиться за игроками, за пилотами и прочие моменты. То есть, CSM помогает учитывать все эти разные сценарии и в соответствии с этим плюс всякие там уже еще атрибутика, да, обсерваторию, то есть, как долго она должна, сколько хп должно быть у нее и прочее, прочее. То есть, это все обсуждается CSM и они помогают найти самые оптимальные хорошие решения для вот всех игроков. То же самое с nullifierми, то есть, мы хотели изменить эту механику по разным причинам и создать вместо нее активный модуль, который игроки будут пользоваться именно самым, одновременно там, убирая всяких корабли, которые можно было просто почти автопилотом просто кликать, потому что они проходят через бубли, как через масло, их было очень-очень сложно понять. То есть, мы решили сдать механику игры для тех, кто пытается ловить всякие вот такие вкусные кораблики, не только, а также тактические возможности для использования вот этого модуля. и CSM помогали в этом отношении решить, то есть, куда этот модуль ставится и прочее, прочее. Поэтому CSM постоянно помогает, сложно просто оценить, где конкретно их роль больше, как бы, или меньше, поэтому, но помогают они в разных изменениях не только игры, но и в разных вопросах, которые им дают команды, которым интересно мнение игроков, интересно мнение CSM, и интересно также те пути реализации тех или иных вещей, которые CSM предлагает. Ну, насколько известно, особенно для тех, кто интересуется именно работает CSM, то там как и происходит, по-моему, CCP ведет протокол каждого брифинга, то есть все записывают, но правда это все на английском языке доступно. Это на английском языке, и оно потом публикуется, и там, в принципе, по обсуждению, я думаю, можно на самом деле выявить те или иные моменты, которые стали именно критичными в ребалансе какого-нибудь или в отношении того, насколько серьезно сыграла роль CSM в выпуске то ли иной фичи. Первый брифинг уже проходил CSM16? В смысле брифинг? Ну, собирались уже CSMщики, уже вот, которые новоизбранные обсуждать какие-либо действия в Ифинлайн? Ну, как бы, они каждую неделю собираются почти. Ух ты, даже так. Но они, ну, как бы, в реале нет еще, еще не было саммита. Саммит самм еще будет, пока его время не совсем определили из-за ковида, поэтому пока что ждут эту возможность, когда они смогут прилететь к нам и встретиться вживую и обсудить. правда это обсуждение скорее всего пройдет в достаточно странном ковид-ситуации, то есть там чаще, по-моему, разработчиков будут на удаленке, поэтому они будут, они прилетят, чтобы на удаленке общаться с разработчиками. То есть получается такая слегка смешная комедийная ситуация, но, увы, ковид-безопасность это одна из главных для нас тем, поэтому придется, таким вот образом провести саммит, когда он пройдет. Такой вопрос, почему CCP подробно не анонсирует все ближайшие обновления и изменения? Это бы помогало игрокам подготовиться именно к этим что-то купить, что-то продать, что-то либо перестать учить силы, которые они изучают уже достаточно давно? Ну, подготовиться, начать, то есть есть обновления, которые, да, мы хотим, чтобы игрокам, у них был шанс подготовиться, но есть очень много количества обновлений, которые мы не хотим, чтобы люди готовились, потому что это создаст дисбаланс в игре, на рынке и прочее, то есть если мы будем объявлять о некоторых изменениях заранее, это может плохо сказаться, поэтому некоторые вещи стараемся приберечь до самого релиза, сколько даже не выставляет на общий тест-сервер. Ну, многие MMORPG именно вот так вот и поступают, то есть они собирают информацию об обновлении, перед каким-то глобальным обновлением, они подробно каждую деталь описывают, что, где будет происходить, что на что влиять, и игроки без так вот называемого, ну, условно назовем негатива к разработчикам имеют возможность взять такую фору, чтобы не попасть в жесткий просаг в момент этого обновления. Большинство MMORPG не имеют открытой экономики, какая есть в Еве, поэтому плюс у нас аудитория, которая просчитывает все до миличайших деталей, работает в Excel-ах и средний возраст где-то 36 лет или что-то в этом роде, поэтому тут не то, что там детям сказали, мы поменяли там стату на мече таком-то, таком-то, и там весь сервер кинулся его скупать, такого не бывало, во всяком случае, я играл много ММО, такого не было, а вот в Еве 100% именно так и будет, то есть мы видели изменения всяких ИГИЛ и изменения, когда вот даже вот когда эти самые были арены и люди просто скупали все корабли, у нас была одна из арен была, там был Imperial Navy Slasher, его весь скупили просто из рынка, просто, то есть такие вот моменты, когда ты анонсируешь, что игроков Евы, когда у них есть возможность, опять же, именно поэтому покидали CSM те, кто некоторые вот такие вещи использовали для выгоды, да, то есть они узнавали, что-то будет ребаланснуто, скупали это там и поднимали на этом кучу денег и не только, и потом их исключали из CSM, когда это было доказано, опять же, бывают и такие моменты, где пользуются инфой, это очень печально, поэтому тяжело сравнить Еву с другими играми, потому что в других игр нет таких проблем, ситуаций, сценариев, где вот очень сильно эта информация может повлиять на игру. Каждый год кто-то где-то говорит о том, что EF Online скоро загнется, что обновление с каждым годом все хуже, и хотел бы узнать, каковы ваши ставки, прогнозы вот именно на этот счет? Этот счет? Не знаю, это, по-моему, просто мем уже многих-многих лет, по-моему, еще с 2003 года это мем, что игра умирает, поэтому каждое лето мы слышим этот мем снова и снова. Уже на Reddit существуют посты, типа что-то никто не сказал, что Ева умирает, поэтому я запостил, что Ева умирает. Это, по-моему, было этого года мем. Поэтому на мой взгляд, проект будет продолжать свою жизнь, и мы стараемся планировать на далекое будущее, то есть на 20 сейчас лет скоро стукнет Еве, да, буквально такие, через 2 года, даже меньше, и потом будем готовиться к 30-летию, да, и так далее. Я считаю, что это проект, который можно и нужно дальше развивать, где еще много вещей, которые можно не то что добавить, можно и старые вещи переделать на новый лад и добавить новые механики игры, то есть инструменты именно, они не чисто от механики, а именно инструменты для игроков, чтобы они могли создавать свой собственный интересный контент. Еще такой вопрос, если онлайн вообще готовы идти в ногу со временем и конкурировать с другими MMORPG, то есть, скажем, выходит какая-то новая MMORPG, написанная буквально по последнему писку IT, то есть, новый движок, новая графика, привлекают всячески людей. IF Online в этом плане не то, что отстает, она просто не берет это за основу развития, то есть, именно графон, 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 допустим, оптимизация, 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 детализация, детализация, детализация. То есть, IF Online основной упор сейчас на последние годы идет именно на баланс в большей степени. Почему у нас недавно вышло и в прошлом году, и в этом году, и в позапрошлом выходили те самые большие обновления именно визуализации, графики, Aurora новая, это самое, изменение шейдеров, изменение те самые, даже та возможность, что у нас теперь можно в ESS-ках есть интерфейс в космосе, а не какой-то всплывающий менюшки и прочее. Это все обновление графики, обновляются корабли, анимации. доработки движка и самой именно графики, а что касаемо именно полной переобувки игры, то есть, на новые стандарты, по которым пишется последний MMORPG. но новые стандарты у нас и принимаются и в специальных эффектах, и в самой графике, то есть, мы же тот самый добавили, как его, то есть, мы ввели уже много лет на самом деле назад, когда вышла возможность реальных материалов, да, отображения, то есть, серебра, золота, пластика и все это, мы же переделали корабли, именно с использованием этой технологии вставили ее в движок наш, Тринити, вышел, по-моему, движок, какой у нас по номеру, пятый или шестой уже, и именно с тех пор как бы у кораблей текстуры, они соответствуют настоящих материалам, и прочее, поэтому мы продолжаем идти много со временем, на самом деле, и разрабатываем, дорабатываем вводим, скажем так, те нововведения в индустрии, которые появляются. Порой некоторые игроки замечают такие моменты, вот, может, изъяны, либо недоработки касаемой графики, вот, при уничтожении той же самой структуры можно увидеть здоровенные квадратные пиксели, независимо от того, какое качество графики у тебя, ультра на самом деле, просто в тебя летят квадраты пикселей. Квадраты пикселей? Ну, вот как в Майнкрафте, играешь, например, такие же квадраты. Да, не, я понимаю, это, на самом деле, либо кажется, что это пиксель, либо там что-то не то в отображении, потому что это, на самом деле, кусочки и обломки вот эти вот медчащие частицы, когда они просто ударяются в камеру, то да, они, получается, что как бы камера, она полностью зазумлена на них, да, то есть, и получается по этому квадрату, потому что ты реально получаешь как бы самый мельчайший вот этот пиксель на полный экран почти. Да, это может произойти, я точно не знаю, если это ошибка, то есть, ну, графическая ошибка, или ее надо исправить, или уже исправить, или в чем именно причина в этом. У меня у самого был такой момент, выхожу я, значит, со Страхуса, ну, с Эдели, включаю варп-двигатель и лечу Страхусом, не кораблем, то есть, просто за мной двигается тело Страхуса, вот это какая-то проблема именно в графике, либо это что-то, какой-то пакет не отправился, то есть, который до сих пор хранит меня в Страхусе, но при этом я лечу. это, возможно, это и есть какой-то десинг, и происходит вот эта вот аномалия, где у тебя как бы считается, что все еще находишься в Страхусе, но при этом ты двигаешься в системе. Это действительно бывают такие достаточно странные аномалии, и, конечно, не эксперт по ним, поэтому я не могу сто процентов сказать, что именно вот это и есть, оно, именно из-за этого, поэтому, но аномалии есть во всех играх, поэтому, ну да, можно их, конечно, сравнивать с новыми играми, у новых игр, еще хуже, бывают баги, по-моему, если сравнить новые ММО. Есть еще такие моменты, вот именно вот, раз уж мы зашли, вот касаемо багов и таких недочетов, ну, возможно, недочетов, либо каких-то глюков игры, есть такие моменты, когда пилот неумышленно теряет контроль над своим кораблем, и в этот момент его либо убивает НПС, либо убивает игрок. Типичная ситуация, допустим, вчера я не мог из агрессии вывести фейтеров, и пока я не перезашел в игру, я не смог ничего сделать. Допустим, такая ситуация происходит у любого абсолютного игрока, и этого игрока убивает другой игрок. Сможет ли CCP как-то адекватно вот урегулировать эту ситуацию? То есть, по сути, корабль был потерян не по его причине, а потому что произошел некий баг. Ну, если не будем считать дисконнекты, потому что в случае дисконнекта, по-моему, ну, вероятность 100% кораблей. А вот что именно касается вот именно бага, и если он не записан. если баг был, то его, в принципе, должны определить или попробовать воспроизвести, чтобы устоять. Опять же, зависит по нашей политике и компенсации. Сколько я ее помню, будучи еще гейммастером, то мы возвращаем корабли, которые были утеряны в случае багов, за исключением тех случаев, когда это была какая-то массовая заруба, и случился какой-то баг, который повлиял на исход всего боя, поэтому опять же, поэтому вот эти вот то, что дроны, вот, когда оружие зациклилось, и у вас нет возможности сбросить агрессии, или, если то же самое произошло у дронов, да, как ты сказал, то, по-моему, да, за это должны вернуть корабль назад, потому что известный, по-моему, баг, когда у тебя пристают, ну, когда у тебя постоянно идет агрессия, ты не можешь диагриться, чтобы таймер перестал обновляться, и да, у меня такое было тоже пару раз. Те вот аномалии в игре, которые вызваны именно непосредственно, вот как вы выразились, массовой зарубой, то есть там 500 на 500, 1000 на 1000, ну, условно, и в этот момент по какой-то причине игра начинает сбоить и теряются корабли, то есть вот эти моменты они не компенсируются, потому что, ну, вот как бы произошла какая-то нагрузка, да, на сервер, то может, в принципе, быть невозможным найти вот именно метод вот этой вот ошибки, как он появился, то есть неизвечивый язык. То есть такие моменты компенсации не происходят, когда баг случается в момент массовых зарубок. Да, массовых зарубок, да, то есть у меня был такой момент, когда когда я еще не был в CSM, еще не не был в CCP, и у нас была заруба, где у меня было, по-моему, 10 мазеров, и мы дрались где-то против сотни с чем-то врагов, и один из наших солицев решил использовать титан, хотя ему об этом говорили не делать. Он зашел этим титаном, доомсдейнул, и скажем так, почти ушел или не ушел, в общем, его поймали. На тот момент можно было после выхода из игры корабль бы исчезнул, да, то есть несмотря на все, то есть его надо было уничтожить за время, то время, что он оставался в космосе. Но из-за ошибки сервера корабль просто остался, и он провисел просто не исчезая час где-то и умер в итоге. Потерял титан, хотя обычно корабль должен был исчезнуть после 15 минут. Да-да. И в итоге ему его не компенсировали, потому что там просто было 150 человек на его киллмыле, и все. Как бы, но потерял он его на самом деле за бага. То есть тогда это была общепринятная вообще механика, то есть ты пришел там, там, если не ушел на пост, то тебя поймали, то ты просто и тебя отбить не могут, то ты просто лугофишься, и если у противника недостаточно сил, чтобы пробить этот хп титана, то ты как бы исчезал, и все. А скажем, когда твое имущество кто-то крадет, вот это компенсируется как-то или это считается именно методом... Взлом учетной записи? Не-не-не-не. В социальном, ну, скажем, внутри сообщества это происходит, но в реале это бы назвали бы воровством, просто воровством обычным. А когда это происходит в игре, когда какой-то человек заходит и крадет имущество альянса, корпорации и так далее, умеренно, имея доступ ко всем структурам. Это все равно взлом, но это расследуется индивидуально, то есть это в зависимости, кто зашел, почему у них был доступ и так далее. Это уже решает гейммастер в зависимости от политики и от того, что на самом деле произошло. Ну, скажем, если это был какой-то заместитель. Вопрос затрудняющий ответить, на самом деле, потому что каждый случай бывает очень отличный друг от друга. А вот эти вот, их называют еще скамом в игре, то есть такие ситуации, их индивидуально расследуют каждое, в каждый случай. Почему? Скам же доступен. То есть он не возмещается никогда, то есть если какой-то заместитель решил заскамить все просто всех складов. Нет, погоди, скам это одно. Скам это одно. Ну, называю просто скам. Скам это когда ты продал какую-то вещь как, не знаю, как мышь вместо слона. Да? Да, то есть ты продал допустим что-то, что того не стоит. Это скам. Обычно скамеров называют тем, что заскамил чьи-то предметы, допустим. Скам это когда ты оплатил услугу или оплатил что-то и ничего не получил. А, вон она как. Ну, это видно в среде русскоязычных такой сленг бытует. Но вот я имею в виду именно момент, когда у человека есть права, ну, и он заместитель там какого-нибудь СЭО, и он просто берет, обворовывает всех и, скажем, уходит в реал. Либо уходит в другую коалицию. Вот это вот... Это считается согласно нормальной механике игры, если он при этом, конечно же, не зашел на чужую учетную запись и так далее. А если он при этом... Опять же, учетную... Если тебе сломали учетную запись, да, то есть, если кто-то воспользовался твоим паролем, логином, там, не знаю, узнав его от из форумов или еще откуда-то, то обычно геймастер пытается помочь, да, восстановить предметы все. У меня был случай, когда я знал кого-то из корпорации, да, чувак, и он зашел, и он стал постить в Альянс-чате, что, ну, контракт со всем своим шмотом, да. Как бы мы стали ну, пытаться связаться там с ним, типа, мол, что произошло, типа, что ты, что ты выставляешь все свое имущество в дешевке, и позвонили ему, и оказалось, что его взломали, то есть, и я создал заявку в службу поддержки, сказал, такого-то, такого-то парня, я взломали его, я от лица Альянса принял его контракт, чтобы, да бог, его имущество куда-то ушло. Вернуть. И, да, и, и потом вернули ему доступ и вернули имущество. Но, конечно же, в большинстве случаев такого не происходит. Люди либо в глубоком АФК, там, их взломают и воруют у них все, то они возвращаются к пустому, к разбитому корыту, к пустому персонажу, и иногда гейммастеры стараются, там, помогают им чем-то, либо вернуть, там, утерянное количество скиллпоинтов, или что-нибудь в том, в зависимости, опять же, от ситуации, и сколько времени прошло, и так далее. Ситуация была гейммастера, служба поддержки всегда пытается найти решение и помочь игрокам. Я заметил интересное поведение со стороны Google рекламы, но, собственно, и не только. Насколько я понимаю, CCP активно продвигает проект в массы, используя различные площадки, не будь это баннеры, либо прероллы на YouTube. В моем доме есть несколько ПК, на которых я иногда работаю, но только на одном использую EVE Online, а на всех других всякие космические поисковые запросы, произвожу там сериалы, про космос смотрю и так далее, но с некоторой периодичностью. Так вот, только на моем ПК, где я ищу, использую поисковый запрос EVE Online, я встречаю рекламу EVE Online. Как мне показалось, что реклама показывается только тем, кто как-то либо косвенно относится к игре. На мой взгляд, мне кажется, эта программа работает неправильно, и зачем привлекать тех, кто уже и так вовлечен. Я думаю, работает так, как установил этот самый Google, точнее, как установили компанию, то бишь, в связи с тем, от компании, то целевая аудитория там указывается, то есть, если целевая аудитория, которая интересует, допустим, космические игры и так далее, именно по ней, чисто без ограничения какого-то, скажем так, без ограничения каких-либо там возрастных категорий или там локальных каких-то категорий, то есть страна, где ты живешь и так далее, то будет показано как бы всем, кто каким-то образом зацепился под космической темой. Опять же, это зависит от самого Google и от компании, которые запросили мои коллеги по маркетингу. Поэтому мне сложно сказать, почему там одно показывается, а там другое. Да-да-да, это зависит от того, что вообще происходит, то есть какие у тебя cookies, какая у тебя информация сохранена и то, как сам алгоритм и Google пользуясь вот этой вот того, что есть компания оплачиваемая, там, в зависимости от настроек, показывать соответственно рекламу. Ну, просто в тот момент, когда я в девятнадцатом году решил в EU вернуться, вот, спустя вот с 2010 года, сколько лет, 9 лет прошло, я напрочь забыл, как эта игра называется вообще, то есть, вот, вот, и просто искал, что-то онлайн, да, да, что-то онлайн, короче, искал, прямо, космические игры, короче, и EVE Online, она была, ну, не на первом месте вот среди всех, я ее нашел просто по схожему, просто я в подсознании помню, как там интерфейс примерно выглядел, я вот по этому интерфейсу играл, я хотел вернуться, вот, но именно вот сама реклама EVE Online мне, ну, в лицо не ткнуло с собой, то, что вот я тут, давай, заходи в меня, вот, на мой взгляд, мне кажется, более продуктивным было бы использовать именно таргетированную рекламу, то есть направлять поток рекламы на те каналы и площадки, где все, что может быть связано с MMORPG и космосом. Да, она есть, действительно, у нас в последнее время, во всяком случае, очень сильно развитая эта компания, и у нас также и был, сейчас закончилась компания с Let's Play, где у нас были также и разные инфлюенсеры, разные стримеры, которые обычно в Явку не играют, а Розня, кстати, зацепила на Явку, и они теперь Явку стримят вне, скажем так, вот этой компании, за которую им заплатили, поэтому у нас три года назад у нас было вообще очень мало, маленькое, по-моему, количество вот этих вот рекламных компаний в сети, поэтому, скорее всего, ты не увидел никакой рекламы, но в последнее время у нас достаточно бурная такая идет. На сайтиках я вижу баннеры, девки. На сайтиках, на некоторых я вот прям баннеры вижу, и фонлайн, и фонлайн. Да, именно потому, что действует компания, опять же, мы же сейчас запустили вот новые НП, новую, для новичков, новое вступление в игру, и поэтому идет сейчас компания по привлечению новых игроков, соответственно, там забиты тоже определенные атрибутики, то есть какие-то игроки, какого возраста и прочим, то есть целевая аудитория, поэтому остается ждать результаты. есть ли возможность создать, допустим, какой-то промо-ролик для фонлайн на телевидении? Это понятно, потому что это безумно дорого по соотношению с гугл-рекламой, да, или купить, допустим, рекламу у того же блогера, вот, но, насколько мне известно, очень много MMORPG, да и не только MMORPG, клиентские игры, и не только, то те же самые World of Tanks, тот же самый Black Desert, они использовали рекламу именно на ТВ, на различных каналах, и в той же степени на ТВ3 даже, я встречал, да и на СТС тоже встречал рекламу у того же World of Tanks. Ну, такие планы есть, но, опять же, да, зависит от того, сколько это будет стоить, и если на это, скажем так, бюджет, если у нас есть какие-то большие перемены в игре и так далее, мы хотим действительно привлечь более глобальную целевую аудиторию, но, опять же, телевидение, это аудитория, определенной, допустим, страны, да, то есть это, если мы пытаемся привлечь аудиторию определенного геополитического, так скажем так, круга, то, то, телевидение является, опять же, телевидение сейчас меньше, на самом деле, смотрят все-таки отчасти, то есть те, кто играют в игры, допустим, вот сколько из них смотрят ТВ? Я не смотрю. Вот ты не смотри, я не смотрю ТВ уже очень-очень давно. Но я смотрю, когда чемпионат мира там по футболу. Опять же, нужно ли нам это делать на платформе, которая, ну, как бы не, которые не смотрят, не смотрят целевую аудиторию, не смотрят геймеры, да, то есть стоит рекламировать, допустим, программах для геймеров, да, то есть у нас были интервью для компаний, которые, для одной из, как их называют, одной из передач, передач для, именно вот, по компьютерным играм и так далее, вот, там-то наша точно целевая аудитория, которая смотрит ТВ, которая может также этот ролик посмотреть онлайн, да, на сайте передачи, поэтому с такими действительно стоит сотрудничать, на мой взгляд, то есть это действительно, а прокрутить что-то на именно телевизоре, чтобы бабушки, дедушки посмотрели, ну, это такое из себя, поэтому опять же, зависит от того, каждой компания, зависит от того, сколько ты можешь получить после вот этой экраны, да, то есть, какой будет у тебя охват, сколько людей именно решат, да, мне стоит посмотреть, почитать, поэтому перейдут там по ссылке и прочее. Ну, насколько мне известно, вот в Ифонлайн достаточно, вот как вы выразились, бабушки и дедушки, достаточно много таких играет, я встречал людей в возрасте, там, 50-60 лет, и их, я бы сказал, ну, чуть ли, наверное, не половина, вот именно местного комьюнератора, даже среди русскоязычных игроков. Да, они осели у нас вместо танков. Не, ну, опять же, еще знание вот компьютера, то есть использование компьютера среди такого пожилого возраста, на самом деле, некая редкость. Ну, возможно. можно. Но в будущем, в будущем, когда вот мы станем уже дедушками, бабушками, я думаю, к тому времени, вот, да, уже будет стоить рекламировать игру для вот более пожилых. А вот, скажем, покупка рекламы у блогеров рассматривается, в CCP, насколько мне известно, то, что вот тот же самый блуждать, он, но не играет активно в F-Online. и периодические видеоролики, связанные с F-Online, они вот именно с точки зрения маркетингового хода были реализованы. Можно это как-то подтвердить либо опровергнуть? Ну, я уже говорил, что у нас была компания Let's Play, в которой были задействованы видеоблогеры или я их стримерами называю, были задействованы, которые работают на компанию, которые вот это все организовывало нам. И да, мы проплатили игру Евы. Они там играли вместе с нашими стримерами в EvoOnline, то есть они вместе с ними летали и рассказывали про игру и рассказывали то, как все, что проходит в начале новый игрок, в данном случае вот эти блогеры, которые сели играть в Еву в первый раз при поддержке одного из наших стримеров. Ну, я заметил, то есть, как бы вкус у именно маркетинговой компании EvoOnline достаточно мажористы, то есть, миллионников нанимать для того, чтобы провести рекламу, это дорогого стоит, я бы сказал. На мой взгляд, это, скорее всего, работает лучше, чем ТВ. Ну, конечно, лучше, логично. Особенности им игра понравилась. Вы думаете, они останутся? То есть, мне кажется, они также рассматривают это с точки зрения заработка. Ну, я знаю, что там один или два стримера остались. Ну, как, им игра понравилась, то есть, я не знаю, если они будут стримить игру именно, то есть, скорее всего, они будут стримить свой основной контент. и это правильно, то есть, они, аудитория, она не совсем явская, но, с другой стороны, может быть, будут моменты, когда, ну, он продвинется в Еве, да, достаточно, чтобы начать там стримить Еву, допустим, иногда. Типа, вот, хочется иногда постримить Евку и стримить иногда, то есть, это тоже плюс, как бы, на будущее. своего рога, свой род такой залог на будущее, то есть, возможно, с некоторой вероятностью этот стример сам по себе по доброте душевной решит поснимать и тем самым бесплатно предоставить рекламу для EF Online. Окей, следующий вопрос, будет ли как-то дорабатываться модификатор риска или его просто уберут? Как показывает практика, в регионах, где проживает большая масса игроков, например, Калевала или еще какой-то Дельвы, модификатор риска практически везде ниже 100%, а в местах, где живут небольшие составы, например, Викит Крик, до сих пор есть системы по 150%. Не проще ли оставить банки, а модификатор вовсе убрать? Вот, то есть, ведь при таком балансе может сильно замедлиться экономическая составляющая всех краб-шипов. Да нет, по-моему, модификатор риска работает, как он и должен работать, он модифицирует доход, в зависимости от риска, то есть, если у вас полностью все под контролем, и так далее, и к вам вообще никто не залетает, то у вас слегка меньше дохода, потому что у вас доход постоянно льется, то есть у вас не прекращает людей манить, не прекращает люди фармить аномальки просто по кругу, и постоянно, то есть, вы выигрываете на том, что у вас никто не не выгоняется на аномальки никуда, выигрываете на этом вот тот процент, что вы недополучаете по сравнению с людьми, у которых 150 процентов, потому что их сгоняют часто, и убивают, то есть, у них еще и потери при этом, то есть, модификация риска растет из-за того, что корабли были убиты в зависимости от стоимости. Настолько мало там именно вот живущих людей в этих регионах, то, что модификация риска успевает сам по себе вырасти, то есть, независимо от того, кого там убивают. На самом деле, прилетать, убивать, прилетает абсолютно во все системы, не будет. Почему не прилетать туда и фармить? Нет, ну, прилетают и фармят, просто не успевают, системы сами по себе растут. А, получается, такая ситуация, то есть... Я про то, что вырастают, да, и просто прилететь туда, пофармить и улететь. И она сама потом поднимется снова. Ну, а вот если мы будем... Другие игроки нашли решение этой механики игры. Опять же, мы даем игрокам инструменты, так как это песочница, и игроки уже с этим механикой, в общем, делают, что хотят. И часть игроков просто используют какие-то корабли, которые они убивают, повышают проценты и продолжают фармить. Ну, а вот типичная ситуация, допустим, вот регион, где живет очень много игроков, и практически все системы ниже 100%. Но, насколько мы знаем, то, что пилоты до этого на протяжении нескольких лет всегда корабли с модификатором, то есть, его как такового не было, но всегда корабли со статичным заработком, допустим, с этих аномалек. Да, они понимают, что в какой-то момент модификатор риска может быть выше, там, 102, 110, 120%, но, представьте, такая ситуация, когда все системы в этих регионах опустились ниже сотни процентов. на мой взгляд, больше... Подняли заработок, стоп. Им увеличили тот статичный заработок, старый, им сделали больше денег, добавили. Ну, в том случае, если модификатор риска больше 100%. Не, не, просто добавили ESS, добавили банк, где генерится дополнительный... А, ну, это, это да, это понятно. Но, ранее, мне кажется, ну, на мой взгляд, вот, когда система была статична, и ничто, ни на что нигде не влияло, был повод находиться там, где нравится. А теперь приходится лезть куда-то очень далеко, и не всегда хочется, и люди вынуждены просто менять свой основной метод заработка, скраббинга, допустим, сугубо на добычу только, либо на фарм 10. Опять же, те, кто хотят повысить модификатор, они повышают и продолжают фармить. Те, кто не хотят ничего это делать, садятся в док и ждут, когда поднимется модификатор сам. Это выбор каждого коллектива, пилота, альянса и так далее. То есть, у тебя есть механика, которую ты можешь ее обыграть, ты можешь делать все, но для этого надо что-то делать. люди просто привыкли сидеть и чтобы им иски сыпались. Я понимаю, я это прекрасно понимаю, и к этому вы людей приучили предыдущие изменения игры, предыдущие и то, что не трогали эту вообще механику очень-очень долго. Вот механика заработка с аномалик с билтов. Эту систему очень долго никто не изменял, не трогал. И поэтому игроки, конечно же, привыкли к этой статичности и когда ты что-то меняешь, даже если ты говоришь, что у тебя будет повышение на 50%, иногда у тебя, если ты много фамишь, будет понижение на 20-30%, но это поправимо. И все такие, нет, не хотим, дайте нам статичный доступ. Не хотим больше зарабатывать, используя механику, хотим зарабатывать меньше, но статично. Это такое, опять же, то есть у людей есть возможность зарабатывать на 50%, даже больше 50%, на самом деле, больше денег, а они не хотят как бы предпринимать действия, чтобы этим воспользоваться. Хорошо. Следующий вопрос. Планируется ли какая-либо работа супер-капитальными кораблями? Для многих коллективов этот вид кораблей стал лишь предметом только для супер-боев либо простого проброса флота? Речь сейчас о титанах, если проброс флота. Титаны, Мазара вот включительно, да. На данный момент не знаю, но думаю, если бы знал, не мог бы сказать. Просто их в какой-то момент очень сильно понерфили, и титаны, и Мазара в том числе. не нерфили, на самом деле. опять же, это кажется нерфом, когда тебе меняет то, к чему ты привык, к тому, что не совсем корректно работает, но тебе это всегда было приятно. То есть, опять же, то есть нерфом называть, для меня это тяжело нерфом называть, потому что просто убрали ту часть механики, которая была сломанной. В общем, почему-то кажется, что так всегда должно было быть. Ну, то же самое я помню, один из обзорщиков IF Online снял такой видеоролик, раньше он ради юмора просто прилетал на аномальке и Думсдейл их бозоником, просто волну заразки. я в курсе. А сейчас он прилетает и просто ровно еще там ничего не происходит, то есть как бы... Да, из-за сигнатуры. Из-за сигнатуры. Да. То есть эту механику переработали, как правильно понимаю, да? Да, фарм бозоником для читания переработали, где они больше из-за сигнатуры там урон не проходят. Кто-то считает, что... Проходит, но не такой сильный. Кто-то считает, что именно фарм бозоником списали просто вот именно на сигнатуру, чтобы было просто на что-то списать, чтобы не крабили как бы таким методом. Но хотя никто это за основу крабинга и не брал на самом-то деле. Почему брали? Там люди постоянно использовали бозоник, чтобы крабить. Удивительно. Ничего удивительного, Титан было тяжело поймать в те времена и плюс он толстен намного мазер, его еще сложнее убить при этом, при том, что у тебя еще есть капзонт. Поэтому ты ходишь спокойненько думсдейшь как бы и там 10 минут дальше приходишь думсдейшь следующий. Ну 10 минут тот же мазер справляется с аномалией там за 4-5 выкачан. Ну тогда мазера так не справлялись. Логично, да. Хорошо, поэтому Титаны были ну как с бозоником бозоником. Опять же, я говорил сигнатуру, изменили то, почему бозоник наносит урон. То есть чем меньше сигнатуры, тем меньше вообще урона наносится бозоником. И поэтому там установили такую статку, чтобы бозоник по NPC кораблям меньше наносил чем урона. как и по вообще мелким кораблям меньше. То есть его, по идее, этот модуль надо переработать снова после этих изменений с учетом внешних реалий. Опять же, это тот же самый баланс, ребаланс, который должен происходить в игре тройка лет. Надо переосмыслить, потому что игра меняется. Меняются корабли, которые игроки используют, меняется уклад, меняются еще какие-то механики игры, которые вышли во время этих трех лет. Поэтому обязательно это надо учесть и снова приводить какие-то изменения. Так как это Ева, то опять же, всякие изменения какое-то время проходят, чтобы они вошли в обиход или как бы откликнулись в самой игре. То есть может сейчас как раз таки надо уже рассматривать возможность изменения этих доомсдеев, чтобы они снова там дамажили по субкапиталам или нет. Или чтобы у них была другая допустим. особенность или они могли что-нибудь новенькое делать, например. Поэтому это всегда скажем так на повестке дня, чтобы поменять ту или иную ситуацию в зависимости от того, что происходит в игре. был бы ли смысл добавлять корабли большего тоннажа, чем Титан? Пока нет. То есть SCP не рассматривали даже близко такую идею, чтобы в будущем, возможно, в перспективе, ну, не сразу, через год, через два, добавить корабли тоннажом больше, чем Титан. Которые, скажем, будут сами из себя представлять как некую цитадель, не имея дока, допустим, будут жить на каких-нибудь базах звездных, да, то есть на лоржовых посох, например. Понятно, кипстар, он достаточно огромный, там, там, как 100 титанов. Ну, с точки зрения логики, то есть если сопоставить размер кипстара и размер титана, вот на одной картинке 100 титанов даже в голове не укладывается как-то туда влезает. Может, там складываются как-то технологии уменьшения, не знаю, но придумать там уже все на самом-то деле. Кипстар гигантский просто очень. Я не знаю, если честно, просто пока нету в этом такой надобности, то есть это надо создавать какую-то новую причину, как появилась эта технология, она должна быть у всех рас основных и нужны новые навыки, нужны новое оружие, нужно много чего. Скорее всего, те параменты, которые существуют сейчас для текущих суперкапиталов, надо будет вводить какие-то WXL патроны, WXL модули и прочее, и прочее. это идея большого обновления, Да-да-да. И опять же, нету причин, по которой тебе нужно было создать такой супер мощнейший какая-то вещь, то есть надо, чтобы какой-то был корабль, который Doomsdale, там, не знаю, Титану уже и убивал просто пачками, что-то в этом роде. Но это опять же, это странно, это была бы странная очень гонка вооружений, на мой взгляд. В текущей сфере люди не хотят тратить кораблики, бывать ими андок отца. Ну, в каждой рации, в каждой, ну, с точки зрения, если логики рассматривать, всегда везде развивается некая гигантомания, да, то есть, когда создают что-то огромное. Если мы возьмем, допустим, тот же самый Реал, допустим, те же самые японцы, да, те же самые американцы, когда-то создали корабль Айова, который по размеру по-своему был просто не сопоставим ни с чем. Просто здоровенный, здоровенный корабль. Почему? Он был, он был сопоставим с чем-то, и он был, как и остальные, в этой, в этой, ну, Ямато был крупнее. А не Айова? Не, не Айова. Айова, знаешь, почему маленькая? Ну? Потому что им обязательно надо было иметь то самое расстояние, чтобы они проходили по нам ский канал. Узкая, да, 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 да. Да, поэтому они никак не могли стать крупнее, чем вот эта вот дистанция. Даже с точки зрения логики, когда смотришь какие-то космические фильмы, всегда в каком-то фильме где-то вылезет какой-нибудь мега большой ковчег для переселения, там, еще что-то, да? Ну, покрупнее цель, чтобы ее уничтожить. Да, 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 напишканный там всем и так далее. Ну, это понятно просто. Проблема еще есть какая-то, что создая крупный корабль, тебе нужно крупнее, ну, больше количества, чтобы это все блоков текстурами, плюс полигонов, жутко больше количества полигонов на это все. То есть, это будет производить некую нагрузку еще дополнительную и на серверы, на клиенты. Вопрос, касаемый именно структур, сейчас немножко про них поговорим. Можете сказать, почему CCP отказались именно от постепенного возведения цитаделей и пришли к методу именно развертки цитаделей, как уже готовые сооружения? Возведение против развертки. Ну, то есть... Вместо по кирпичику, что ли? Да, вместо того, чтобы строить по кирпичику, мы просто прилетаем, ставим на якорь, улетаем, ждем сутки и цитадель уже готова. Ну, это не совсем происходит так, потому что она ставится по нанотехнологиям, то есть там видно, как и вот эти вот лучи и вот эти нано-боты, как они собирают эту станку постепенно. Ну, насколько мне известно, ранее... Сперва так, материализуется. Ранее можно было цитадели строить именно поэтапно. В плане не цитадели, а станции? Станции, станции, да. Станции строились, да, у тебя, ты строил яйцо, так называемое, базовую такую платформу, привозил, ее устанавливал, потом в нее закладывал нужные компоненты и начинал, запускал стройку, да, и через ДТ у тебя появлялась там станция, если никто не убил яйцо. Я просто всегда предполагал... Этим когда же занимался. Всегда предполагал то, что строительство каких-то сооружений в космосе, вот когда вот не было знакомо еще с F-Online, будут именно происходить по механике, то есть, ну, обобщенной, да, то есть строительство, будут всякие фейтера летать, подвозить минералы, там будут сварщики работать и так далее, вот. А оказалось, все гораздо проще и легче, то есть один человек, один пилот в состоянии да, хоть кипса развернуть без проблем, вот благодаря вот именно вот этим вот нанотехнологиям. Не кажется ли это немножко... Ну, это Upwell. Технологии Upwell, они, да, были введены, которые упростили вот эти вот задачи строителей по вот этому созданию платформы, слету кучи фрейдеров, чтобы закинуть нужные компоненты на эту базу, чтобы начать строительство. Опять же, раньше строительство, опять же, не видно было, у тебя просто появлялась внезапная станция после яйца через ДТ. То есть там тут хотя бы у тебя на глазах она как-то появляется как бы схематичное отображение ее и потом она постепенно-постепенно строится и преображается, скажем так, из контура в материалистичное такое сооружение в космосе. Я понимаю, о чем речь, что надо много человек. Опять же, нужно много человек, чтобы сам Кипстар построить, то есть вот эту вот развертку. Нужны компоненты, которые нужно свести, тоже построить их и строить вот Экипстар и потом уже его перевозить на место установки в упакованном с технологией в упаковке вместе. Можете как-то ли обосновать введение именно квантовых яйдер в игру? Было ли это методом выкачки определенного количества иск и, скажем, излечения какого-то процента инфляции? Нет, это была механика, которая была добавлена для того, чтобы остановить то количество структур, которые игроки подоставили, но снимать их было, ну, как бы уничтожать их было сложнее намного. То есть были проведены различные изменения механики игры, в том числе там у тебя появился статус лоу-пауэр, то есть источники и прочее, чтобы у игроков было больше инструментов, чтобы уничтожить структуры, которыми заспамили весь космос за то время, что с их нововведения. Потому что им было дешево стать, их просто понаставляли, и были люди, которые занимались санитарой леса, которые занимались вычиской этих структур, а также были игроки, которые не хотели этим заниматься, потому что это было трудоемко. Много, да. Да, ядра были добавлены, чтобы как раз таки ввести вот эту вот механику, что ты не можешь докнуться, если у тебя обесточенная цитадель, потому что откуда у тебя работает тезер, если у тебя нету, ну она обесточена, да, если у тебя нету ядра. И плюс, так как ядро 100% падает, это дает небольшую вот такую вот прибыль для ребят, которые занимаются этим, а также альянсы, которые атакуют, то есть им падают вот за кипстартом сколько там, 22 лярда стоит ядро, что-то такое. В общем, падает еще вот такая вот в копилку зарплата за убийство гарантированная, а не то, что ты убил, там что-то может упало, что-то не упало, какие-то модули и все. Является ли такой момент в уничтожении структур багом, когда в процессе уничтожения структуры, скажем, условно, вы прилетели с пиливой структуры, сняли с нее щит, она ушла в защитный режим. В момент этого защитного режима структура по некоторым причинам потеряла возможность поддерживать энергию, ну там, кончилось топливо, изъяли из нее служебный модуль, и она ушла в стадию, через некоторый период заброшенности позже. То есть получается, да, в тот момент, когда ты атакуешь структуру и сбиваешь с нее щит, она уходит в reinforce, но по некоторым причинам она уходит в стадию заброшенности, и при этом reinforce сохраняется, даже с учетом того, если структура в режиме малой мощности. Такой же баг проявляется в стадии, если ты уничтожаешь структуру в режиме малой мощности, ты прилетаешь на нее, она работает в полной мощности, начинаешь ее запиливать, таймер потек, то есть, ну, отсчет 3 дня, и через пару часов она уходит в режим малой мощности, но при этом таймер по-прежнему течет. То есть, структура как бы в малой мощности, у нее нет мощности, чтобы поддерживать все 3 щита, так как в малой мощности она поддерживает только один, структурный, да, то есть, у нее только структурный reinforce, армор и щит отлетают сразу же. Но, если в момент запила структура уходит в режим малой мощности, структура по-прежнему сохраняет свои 2 reinforce, и арморный, и структурный. Вот как это можно урегулировать? Она не должна сохранять 2 reinforce. Она сохраняет, то есть, мы вот в последний момент около 15 структур уничтожили, и большая часть из них ушла в стадию малой мощности, и если она уходит после загона в reinforce, структура в малую мощность, она все равно по-прежнему сохраняет свой reinforce. То есть, даже если она в режим малой мощности, именно выйдет в стадии уязвимости, то есть, в момент, когда она уходит именно в защитный режим. То есть, она противоречит логике игры просто на самом деле. То есть, структура как бы в состоянии малой мощности способна поддерживать только один reinforce, не более одного. Но если она уходит в режим малой мощности в стадии, когда ее уже загнали, именно щит сняли с нее, то она будет поддерживать 2 reinforce без проблем. Это вот то ли недочет. Потому что, согласно программе, то она, как бы ее загнали, когда были вот те правила, по которым 2 reinforce, вне зависимости от того, что случилось во время reinforce, сохраняется вот эта вот механика. Это, да, согласно программированию, да, это вот, когда сейчас сценарий, то она просто выбрала вот этот сценарий первичный. Ну и он сохраняется. В тех условиях, которые были, и они сохраняются дальше. То есть, а можно как-то дописать ей LC, допустим, если стадии, допустим, уязвимости, структура падает в режим малой мощности, неуязвимость редко падает. Либо, допустим, структура сразу в заброшку отваливается. Наверное, можно, но это бак репортий, да, нужно, получается? Да, это скорее бак репорт. Отлично. Ну, возможно, кто-нибудь это сделать, но мне не хочется. Мне лень, на самом деле. Окей. Не так давно CCP изменили стоимость подписки для СНГ, то есть, увеличив ее практически в два раза. Отчасти, как сообщает CCP, это связано, что другие игроки жульничали и покупали Омегу, используя VPN. А если данное действие породило именно падение рубля к соотношению доллару, то когда доллар снова будет стоить 300 рублей, вернется ли стоимость подписки на прежнее значение? Там сколько, в районе 500-600? Ну, мы меняем, мы действительно меняем цены иногда в соответствии с курсом, то есть мы рассматриваем ситуацию с экономикой в мире, да? экономика с курсом валюты и так далее и смотрим, соответственно, нужно ли что-то менять или нет и в принципе, я не исключаю возможность, чтобы, если рубль действительно там выберется из тех санкций и прочего остального на старое значение, чтобы мы вернули назад стоимость подписки. CCP понадобилось три года, чтобы эту информацию проанализировать, потому что сам рубль как таковой упал еще в далеком 2014-м, а меры принялись Он упал в 2014-м и в те времена мы сделали на самом деле изменения, я думаю, может просто были незаметны, но мы действительно сделали некоторые изменения в рублях и после чего через, по-моему, года два, после этого нам пришлось сделать итерацию на эти изменения, да. А планируется ли в в онлайн какое-то глобальное изменение, о котором вы можете подробно рассказать, о котором вы больше всего знаете? Не знаю, предстает квадрант речи, и с ним появятся новые вещи, для него осталось совсем немного, и мы сейчас готовимся к его запуску вовсю, поэтому остается только следить за новостями, и сегодня мы объявили, что не будет скоро снова профилактических работ на сервере, они отменяются, и посмотрим, насколько долго продержится сервер, поэтому ждем вот этого теста тоже. То есть вы хотите немножко уйти от постоянного, так сказать, ДТ, то есть периодичностью в сутки, и делать его, скажем, раз в неделю, да? Хоча бы в раз в неделю, да, например, Black Desert именно так и происходит, у тебя по средам день патча, день, когда сервер запускается, в основное время, с исключением редких случаев, когда с сервером происходят проблемы, нету никаких профилактических работ. окей, тут немножко читаю у ребят комментарии, которые, ну, создал некую запись на канале, чтобы они могли свои вопросы задать, чтобы я передал их цепи, и в основном, и я понимаю, конечно, то, что такие вопросы внимания, внимания таким вопросам больше не уделять, но в основном спрашивают, когда обнова, когда очередной ивент, когда станет интересно играть, это просто очередной ивент, это будет ивент, который уже будет у нас, скорее всего, в октябре, из таких вот, из тематических, то есть, вот как The Hunt, да, Охота, как Ангелов и Серпентисов Гала, таких именно тематических фракционных ивентов, следующий у нас будет Crimson Harvest, BlueDread-овский ивент, который у нас всегда в октябре, на Хэллоуин, поэтому из таких вот ивентов именно вот это вот ближайшее, на мой взгляд, которое будет. А ивент, который именно на Хэллоуин происходит, и который имеет в себе свойство нести стопроцентного выпадения лута с убитых кораблей, он статичен, то есть, он из года в год повторяется? Стопроцентный лут с кораблей? Да-да-да. не статичный. Там, когда такие тыковки лежат вместо врэков. а-а-а, да, да, в прошлый раз был, по-моему, мы первый раз сделали 100, потом сделали 90, или я путаю с дропом имплантов. В общем, по-моему, мы просто, мы не сделали его 100, мы, по-моему, мы сделали его 90, потому что люди просто начинали жестить на киллбарде и прочее, где они просто себя убивали, да, по 100 раз, короче говоря, с каким-то офигенным лутом, а теперь у них, как бы, с 90% у них есть шанс, что этот лут сгорит, и люди перестали так жестить, по-моему, 90% теперь он, а не 100. Именно из-за таких людей, то есть, кто-то из вас, кто-то из вас испортил всем 100%, так и знаете. Ну, в общем, да, по идее, да, если это был на том моменте, то, по идее, скорее всего, возможно, это и вернется снова, да. Потому что мы пытаемся создать вот эти тематические ивенты, которые будут меняться только в небольших возможностях, то есть, там будет что-то добавляться, допустим, в этом году, например, добавилось майнинг-блиц, да, к ивентам, то есть, теперь у майнеров есть тоже, есть чем заниматься, есть возможность заниматься этим блицом, получать не только очки за этого и, соответственно, получать награды. по количеству очков, но еще и зарабатывать скины и прочие шмотки из LP-шопа корпорации, которые, на которой они деньги собирают, ну, проходят майнинг-блиц. то есть, появляются такие еще вещи, не знаю, если будет еще что-то новое добавлено в этом ивенте или будет все старое, но опять же, команда старается постоянно что-то создать новое, как мы уже видели, допустим, вот с Winter Nexus, когда добавили вот эти филаменты, которые кидали именно те места, где проходили вот самый ивент, то есть, где были сайты, это очень всем понравилось, то есть, возможно, будут какие-то изменения, созданные в рамках ивента, которые будут произвести какое-то улучшение, да, то есть, в механике ивента. Планируется ли введение акций при покупке Plex за реальные деньги на официальном сайте? Пример, День Мин Матар 15 тысяч Plex стоит 500 евро, а, например, будет 420. То есть, условно, небольшая скидка, на какие-то статичные пакеты Plex, которые всегда продаются в некоторые дни праздники. У нас политика монетизации отличается от политики того, что продается на ивентах, то есть, на ивентах в основном продаются какие-то тематические скины, да, или скидки в магазине на какие-то наборы скинов и прочее, а скидки на Plex или на Omega это уже больше какие-то распродажи, которые сезонные распродажи, да, то есть, работает, как у всех, в принципе, магазинов компьютерных игр, где у тебя есть разные сезоны, у тебя есть определенные недели, где либо какой-то праздник, тот же самый Black Friday, Halloween, Christmas, да, чтобы были скидки, также мы хотели бы, конечно же, чтобы были еще какие-нибудь скидки а-ля на праздники или годовщины какие-нибудь, но опять же, это зависит от того, на какие дни они падают и прочее. А можно ли сделать, допустим, на самый элементарный день труда, Новый год или какой-то день, и там скидки на Plex ну пусть не сразу 50%, а процентов 10, например. У нас были, кстати, процентов 10 буквально недавно. Да, да, я видел, распродажа была. Поэтому мы, да, учитываем такие тоже моменты, также учитываем всякие, вот у нас была акция Friendship Week тоже, на этой Friendship Week у нас тоже была акция, где у нас была, по-моему, скидка на Омегу или на наборы пакетов, я просто уже плохо помню, это было несколько давно, но мы стараемся, чтобы были некие скидки тоже в это время, опять же, это зависит от нашей политики митизации, от графика того, что будет выходить и прочее, поэтому сложно сказать, но скидки обычно в каждом сезоне есть на Plex и на Омегу. Окей, и последний вопрос, вот именно касаемо ифонлайн, касаемо игры, если бы у вас была прямая возможность, что бы вы изменили в ифонлайн? Что бы я изменил в ифонлайн? Да, если бы у вас не было никаких препятствий, и вот прямая возможность... Если бы у меня не было препятствий, то я бы просто выпустил бы новую Еву. Почему? Почему? Ну, когда у тебя переписан код, то есть, когда у тебя новый код совсем, у тебя перестают быть какие-то старые аномалии, которые тяжело найти. У тебя появляются, конечно, возможно, новые, но если все сделать правильно с учетом текущих, а не древнейших методов, конечно, написания кода и прочие технологии, которые сейчас у нас доступны, то, я думаю, получится более крепкий продукт, который будет на более долгое еще время, наверное, где его можно будет проще поддерживать, чем сейчас. Преимущественно ифонлайн на каком языке? Python. Опять же, если ты используешь другой язык для написания игры, то ты можешь какие-то вещи оптимизировать, там, оптимизировать по CPU и прочее. Окей. Конечно, зависит от языка, который выбрал. Предлагаю сейчас немножко сыграть в одну игру. У нас есть сообщество, где мы с некоторой периодичностью публикуем мемасы, связанные именно с ифонлайн. Вот, то есть, задача какая? Я буду показывать вам картинку, ваша задача придумать мем. Вот, то есть, придумать мем. Вот, например, ситуация, увидели картинку и быстренько придумали, окей, это, допустим, я там, я не знаю, лутающий чей-то враг, допустим, или что-то в этом роде, то есть, в этом духе. То есть, не обязательно смешно, но максимально хотя бы приближенное к ифонлайн. Мне ощущение, что ты просто просишь, чтобы я создал тебе мемы какие-то. На самом деле, один из них отправится в группу. Просто мемы для Триона называется. Он будет на самом деле один из таких, вот, один из четырех предложенных, он отправится в нашу группу. вот, ваша роль именно придумать их идею. Так. А, это, это вам просто, или мне кажется, что просто. Это, это соло-пвпшник после, после использования филамента. Окей. Ну, попавший, попавший этот самый в китайский спейс. Поехали, второй. А, ну, это, когда, 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 кто у нас, а, да, дети и ряды заключили союз. Отлично. Следующий. Да. я обожаю левиафанк, поэтому мне тяжело сейчас придумать, что с этим. но это скорее когда не смог запрыгнуть в хайсек через гейт. у меня почему-то ассоциируется это с чем-то обмягшим, короче. У меня, у меня, типа, обломал нос, знаешь, пытаясь пройти через стенку или что-то в этом роде. так, и последний. Это бист, что ли? Шутка. Не знаю, новый логотип выдры релоудит. Что-то я не знаю. Тут слишком... Понимаешь, он рыбачит, да, и вот такая вот, у него есть похожая, по-моему, картинка, где он в скафандре с такими выпученными тоже глазками. В общем, поэтому мне очень напомнило это. Окей, Блиц. Знаете, что такое Блиц? Да, знаю. То есть, я задаю вам вопрос, вы можете на него ответить, ну, в течение, там, двух-трех секунд, но не обязательно развернуто. Можно развернуть? Я сам Блиц этот устраивал. Да? На своем стриме, да, всем почти, по-моему, кто у меня был на стриме. Окей. Из стримеров и гостей я это постоянно устраивал. Блиц будет заключаться из семи вопросов. Поехали. Новая Зеландия или Исландия? Исландия. Церберус или Мунин? А я не должен объяснять, почему Исландия? Можешь, почему бы нет. Я не могу объяснить, почему Исландия. Исландия, потому что я тут женился. Окей. Не, потому что здесь ближе к Европе, там, к России и так далее. Но в Зеландии слишком можно сильно на чибе, и там интернет достаточно плохой, все, все. По карточкам. Прочие проблемы. Прочие проблемы. Но там климат очень похожий, поэтому с этим все нормально. А если бы технологии были бы на уровне, что в Исландии, что в Новой Зеландии, где бы вы хотели бы жить? Все-таки в Исландии, наверное. Вас не пугает страшила, который стоит рядом с вами высотой несколько километров? Вулкан? Да нет. Ну, вдруг кто-нибудь. В Исландии вулканы тоже есть, если что. И там больше трясет. Окей, едем дальше. Церберус или Мунин? Церберус. Почему? Потому что я люблю Церберус. Потому что он просто красивый? Церберус, да, он классный, у него применение есть, у него три вида вооружений, грубо говоря, есть на нем, да, у него есть хеви, хеви-ассолд и рапидки. Достаточно очень версатальный, с длинным, ну, с возможностью вести классовые, такие очень лонговые бои. Хороший танк, неплохая скорость, в принципе, для колдары. Да. Окей. Империум или папи? Папи. Почему? Потому что потому что гуны уже давно превратились в бобов, которых они сами ненавидели. И а что случилось с бобами, их собрались тоже выселять. Потому что они просто никому уже не давали спокойно жить, развиваться и так далее. Все хотели под себя подмять, и поэтому папи, которые собрались остановить это все поэтому за них. Окей. Шопен или Моцарт? Моцарт. Я все таки люблю вот это вот его веселое движение в музыке. Шопен он более серьезный все-таки. Хорошо. Звездные врата или экспансия? Экспансия? Потому что звездные врата это что у нас в контексте тут? Их три сериала Атлантида, Вселенная и The V1. А, звездные врата это Stargate SG-1. Вы на английском смеете? Просто перевод на русский название сериалов и тогда я не сразу воспринимаю. Я на английском знаю. Есть SG-1, есть Universal или University как он а есть еще Stargate или Expans Атлантид Наверное Stargate я вообще почти не смотрел. Ну там поначалу очень сложный сценарий экспансия на самом деле к нему привыкнуть нужно. Да поэтому Stargate и друзья очень любили Stargate тоже смотрели. А какую из трех частей больше всего бы оценили? Я Atlantis посмотрел и для меня это было как-то слишком не знаю я повзрослел и для меня это было очень смешно рейфы все делали то как было создано да как там какие-то не знаю несоответственные сценарию или там еще очень много было моментов и это да я тоже ляпы замечал меня это настолько да когда я смотрел SG-1 я не был еще ни в индустрии игровой ничего такого не было я воспринял больше это как такое интересное для меня заманчивый мир sci-fi поэтому SG-1 конечно самый первый ну мне вот University вот именно вселенная понравился вот чисто меня цепануло вот там своего рода выживалка и очень классно сопоставили и выживалку и космос то что я люблю как раз все в одном это вообще красота была но есть такие тоже рутинные моменты но это все перекрывает но жаль тоже проект закрыли к сожалению не будут его продлевать больше отлично я очень хотел Atlantis посмотреть но я не мог себе превзмочь просто меня это раздражало и я выключал а посмотреть University это как уже смотрели нет по-моему это не я пропустил это как своя отдельная такая сериальная вселенная то есть ее ну можно не связывать ни с чем вот и мне очень нравится то что они действительно одни из тех сериалов которые там есть просто те актеры которые уже к сожалению не живы в данный момент и они в честь них называют космические корабли там и это большой плюс я кстати в Иф Онлайн такую фишку тоже видел когда скин по-моему на Баргеста нарисовали в честь по-моему какого-то дизайнера в Иф Онлайн да Люди да вот это тоже классная идея на самом деле у нас пара пара ребят из АТ они скончался один да не буду говорить как второй скончался от Рака буквально таки сколько ему было 40 наверное ему всего лишь было парню и вот в честь него выпустили вот этот скин который Ганс Зан Розас был его любимой группы с розами забыл как скин сам называется в общем да было пару раз окей копать или крабить копать или крабить да вот прям если выбора нет копать это проще не знаю я столько накрабился что мне уже тошнит если честно если меня заставлять куда-то там лечить крабить я лучше покопаю окей если вам бесплатно предложат полететь на Марс вы согласитесь пока нет нет а если перед фактом поставить сейчас полечу на Марс на все готовое а не билет в один конец с возможностью вернуться отлично это был у нас получается сегодня ccp альфа он постарался подробно ответить на большинство интересующих нас и вас вопросов которые вы сами предлагали которые я составлял я старался план как можно больше укоротить к сожалению не попал еще ряд вопросов потому что эфирное время уже длится слишком долго а вот и чтобы уважать личное пространство друг друга личное время друг друга мы немножко сократили список вопросов от вас же я хочу немножко поучаствовать попросить вас поучаствовать в неком конкурсе ваша задача придумать название для треглавского титана три наиболее интересных варианта получат по скину на один из линкоров от партнеров от партнеров ccp а самый интересный по мнению альфы получит дополнительно 500 миллионов иск обязательно укажите свой игровой ник в комментариях передаю слово вам да спасибо что пригласили было очень приятно очень классные были вопросы некоторые очень неординарные скажем так кстати участвовал в таких вот конкурсах назвать корабль у фобоса было несколько таких моментов где надо было назвать какой-то фрак корабль которого не существует Но вы меня исключили из конкурса, так как я ССПшник. Хотя и мне тоже деньги нужны. Зато у вас будет уникальная возможность. Поэтому я не выиграл, но я предложил очень классный конкурс, по-моему, на имя Калдарского корабля. Я не помню, какого. Я очень классное имя создал. Но, увы. Ну, опять же, было классно с тобой побеседовать снова. И здесь это наша не последняя встреча, так что пиши. Ну, я думаю, мы больше будем проводить таких трансляций именно в формате интервью. И не только с членами CCP, но и, соответственно, с какими-то лидерами каких-то больших сообществ. Именно вот все зависит от того, от языкового барьера и так далее. Ну, собственно, на этом все. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем пока. Пока.